Большое, правда, фальшивое состояние правоохранители изъяли у мужчины прямо в его частном доме. Поддельными банкнотами и монетами он начал рассчитываться еще с декабря прошлого года. Правда, с перерывами. В ходе обыска милиционеры нашли пресс-форумы для чеканки монет номиналом 1 и 2 рубля, а также 50 и 20 копеек Национального банка Республики Беларусь, а также большое количество бумажных лже-банкнот номиналом 20 рублей. В нашем подразделении была проведена техническая экспертиза документов по установлению способа изготовления данных денежных билетов. В результате которой мы выяснили, что денежные билеты изготавливались посредством электрофотографии, то есть печатанных на обычном лазерном принтере. Как рассказали представители Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, это уголовное дело получило такой резонанс, потому что в таком масштабе ранее поддельные купюры белорусских денег не изымались. Как правило, это были единичные случаи. И несмотря на внешнюю презентабельность, качество их печати оставляло желать лучшего. Серьезные подделки требуют больших финансовых вложений в аппаратуру. Поэтому, при должном внимании, любой человек легко смог бы отличить фальшивые банкноты от оригинала. Конечно, каждая страна защищает свою экономику и защищает свои денежные билеты. Подделать денежные билеты и хорошую подделку сделать достаточно сложно. Поэтому, в основном, конечно, подделывают на множительные, копировально-множительные компьютерные техники. Поэтому, в основном, если изымаются из оборота поддельные денежные билеты, например, Республики Беларусь, то их поддельность очевидна. Такого масштаба, как на сегодняшний день, у нас, конечно, на исследовании не было. К слову, в текущем году увеличилось количество обращений за экспертизами фальшивых денег. В основном на исследования поступала иностранная валюта. В основном, конечно, приходят на исследования денежные билеты США. На втором месте это российские рубли и далее это белорусские рубли. Учитывая все вышесказанные, представители Управления Государственного комитета судебных экспертиз Побресской области призывают граждан быть более внимательными при расчетах, в особенности на рынках и в магазинах. И если полученная денежная купюра у вас вызывает сомнения, лучше принести ее на исследование. И тогда опытные специалисты помогут поставить точку в злополучном вопросе.